Музыка Эфир телеканала Беларусь-2 распочинная программа Репортер. У студии и телерадио компании Гомель Наталья Игнатенко. Добрые ранецы. Амаль 40% объектов державной майомости, которые ранее не выкористовывались и были продадены новым уластникам, набываются для организации вытворчасти. Еще 20% выкористовываются для организации гандлю и прикладно стольки ж под жилье. Такие лишь бы сегодня агучивать у фонде Гомель Абл Майомость. Правда, ка б реализовать некоторые будинки, их кошт пришлось изнизить до минимальной одной базовой величины. Хоть и выпадки, коли новые уластники готовы оплатить миллиарды рублев, на Гомельщине так само не з'являются выключением. Будынок былого корпуса интерната, який ранее належал Светлогорскому отделу эдукации, местовое приватное предприемство набыло практически за полный кошт. Сегодня это уже некоммерсийная тайна. За трехповерховый будынок заплатили маль 2 миллиарда рублев. В наступном году былый интернат станет полновартостным гостинным двором. Хоть некаких андровых клопок тут прозвучит уже зараз. Коли окупится в кладенной сродке, предприниматель не каже, а ли отмовляться от бизнеса не сбирается. Кучей над ворот, агучивая у райваконками планы по створению на территории центра сучастных детячих городка, что сделает выкористание ранее непотребной майомости еще больше эффективным. Деревья, которые сегодня уже старились, они практически уже не нужны городу. Мы планируем сделать мощную детскую площадку в центре города, чтобы дети свободно с матерями и отцами могли сюда посещать. Разум с тем, реализовать за першопочатковый кошт усе объекты отримывается не за все, особенно, когда это течится сельской местовости. Былый детячий сад у Весы Антоновка Добрского района не прожил уже два года. Только селита провели четыре аукционы по его продаже. Першопочатковый цену за 7,5 миллиардов снизили до полутора, а ли покупника все равно не нашли. У райваконками не выключают. Уся справа у отдаленности от Добрша и областного центра. При том, что будинок, сдаденный эксплуатацию в 2002-м, находится в добром стане. До того, что тут не только есть у всей коммуникации. Попередние уладальники поспели навык теплозберегающие в окна поставить. Иншая справа, ци зможа пережить неэксплуатуемый былый детячий сад зиму, особенно при значных минусовых температурах. Стены, зразумело, вытремуют. А вось система отцепления может пройти у непригодность. Тому продаж объекта по минимальным коштам так само не выключение. Правда, и увага до его будет больше повышенной. Як у вогуни и до всех инших объектов, які реализованы за одну базовую величиню. Конечно, бывают случаи, что не выполняются условия. В этом году в бюджет у нас поступило 250 миллионов рублей именно штрафы за невыполнение условий. Но в основном, конечно, если человек серьезно настроен, если инвестор в будущем видит, для чего он это делает, эти объекты работают, все выполняется срок и даже досрочно, чем написано в договоре купли-продажи. Алексей Чаров, Берген Макеенко, телерадокомпания «Гобель». Глядите сенью, 18.10. У промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Диалог». Гость студии – директор Гомельского областного территориального фонду Державной майомости Катярына Зинкевич. Свои пытанье можно задать по телефоне промога эфира у Гомеле 77 68 45. Как замоцывать на працонных местах молодых специалистов и чему молодым кнется застаться в городе? Об этом ишла размова подчас встречи керавництва Центрального района Гомеля с недавними выпускниками высшейших научных установ. Наши корреспонденты подекавилися выказанными думками. Все лето только у Центральном районе Гомеля працалотковали амаль 290 молодых специалистов. И практически усеяные стали удельниками встречи с керавництвом Мясцовой администрации. Гомель Прамбуд, Гомель Турыст, Гомельский Рашны Порт. Сегодня новотяжка назвать такую сферу, где не працавали б учарашние выпускники высшейших научальных установ. Ранее кажуть, гэтую сустречу не организовывали свя дома. Шакали, как молодые специалисты ближее ознайомилися с першим местом працы и сформулировали для себе усе плюсы и минусы. Бада и наибольша значные складанности за беспечением жилем. Правда, и гэтый факт не вельми мощно уплывая на жадание шмат яких молодых людей застаться минавито у Гомеле. Татьяна Кононова закончила Гомельский державный медицинский университет в 2013-м и сегодня працуе у одной из городских поликлиник. Девчина твердо пироканана, что сделанный выбор застаться у города, а не сельской мясовости, правильный. Рост карьерный, оно будет и быстрее, потому что там нет кадров и ты можешь приехать изначально стать заведующим отделения, в некоторых местах даже заведующей амбулаторией. Но не будет такого сотрудничества, как я, допустим, могу у своей заведующей что-то поинтересоваться, спросить. Но приезжаешь сюда, не факт, что устроишься тем же заведующим. Здесь будешь обычным терапевтом, либо хирургом. Сегодня в центральном районе Гомеля денежуют больше, как пять с половой тысяч субъектов господарания. Наверное, с уликами того, что не усюду чекают специалистов с невеликим практичным опытом, это все равно больше великие макшимости карьерного роста. Особная размова об организации отпочинку. По прошлый час в центральном районе проведены великие работы по добропарадкованию территории. Тем более, что и в самой администрации сегодня затекавлены замасывать молодых специалистов. У Вогули зараз на первых прационных месяцах застаются коля 70% недавних выпускников ВНУ. Причим, у бюджетной сферы гэтый показчик больше высокий, чем у промысловости. Ти застанется гэтая личба на таким узровне и удалейшим спрагнозовать складана. Але у администрации перакананы, коли протяговать проводимую политику, проблем с кадрами быть не повинна. Создать для него максимально комфортные условия для того, чтобы он, во-первых, чувствовал, что он не один, что его принял коллектив. Во-вторых, создать ему нормальные условия быта. Это и жилищные условия, это и материальная поддержка для создания этих бытовых условий. И вот тогда, когда в комплексе все эти задачи решаются, можно рассчитывать на то, что специалист останется жить и работать в городе Гомеле, свяжется свою судьбу с нашим городом, произойдет так называемое закрепление молодого специалиста на месте. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Отель радио «Компания Гомель». Пытание суместного выкрыстания и оховы трансграничных вод представники Беларуси и Украины обмерковали на посаджении рабочих групп обе двух краин. Перамовы прошли в Гомельском областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного сяродя. И какие выники этого года и суместные планы на будущую в материале Ганны Ковалевой. Этот год уводил историю, как рекордные паузыровни воды в Гомельских реках. Специалисты отзначают, показчики критичные. Замес нормы у 600-700 миллиметров опадков в этом сезоне выпало от силы только 40. И такая картина не только в Гомельской области, а и по крайней целом. Практично по всей Беларуси было припынено судноходство. Разом с тем, представники Министерства природных ресурсов супакуевают, от этого якость воды в наших реках за год горш не стала. Если говорить о Гомельской области, самой грязной по Гомельской области была река Уза. Так вот, за последние пять лет достаточно серьезно улучшилось качество. То есть это говорит о том, что проведены мероприятия. То есть прошла модернизация очистных сооружений. Новые обсталевания для очистки воду коронели у Гомеля и Будакашалевы. Очищальные сбудования, ниж у Мазыры, охопливают стеки Ельска, Нароли и Калинковича. Эта информация прогучала нас устреча рабочих групп по охове вод и контроле их якости в Беларуси и Украине. Выники своей працы представили специалисты краины-суседки. Особливая увага там надается радиационному мониторингу якости подземных вод у зоне отчужения. Все мероприятия природоохранные там осуществляется. Это и слезается контроль за состоянием дамб, оболования, которые для того, чтобы вода не попадала за дамбовое пространство и не было у нас смыва загрязненных территорий в реке. Все это работает, отдельная служба у нас есть. Норма по якости воды рады и нуклидам у двух краинах однольковая. Яны заховалися еще с часов Советского Союза. Это позволяет Беларуси и Украине говорить на одной законодавшей мове. Разом с этим поступово в правовых базах все же отбываются смены. Так в Украине зараз идти адаптация законодавства до Европейского Союза. Темчасом в Беларуси 21 мая этого года уступил силу новый водный кодекс. Такие же встречи позволяют анакировать працудьбу краин у одной речише – отделе огульной мыты – захование водных ресурсов. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Вомель». Напереды дни свята Нового года и ко с нетерпением чекают и дети, и дорослые, Гомельский палацево-парковый ансамбль выросил сделать подарунок своим наведвальникам. Тут открылась выстава «Хендмейд» выработка от Гомельского клуба рамесников «Чаровные подарунки». Прыхожие – предметы хатного декора, оригинальные самородные сувениры и эксклюзивные упрыхожвания. Экспозиция «Чаровные подарунки» – это уникальная махчимость, познайомиться с творчостью талиновитых людей, які умеют робить неординарные речи своими руками. У делу выставе примают больше, как 20 майстро з разных кутков Гомельской области. Гэта простудники як сучасных, так и традиционных белорусских рамествов. Яны демонструють хендмейд у пригожвані з бісера, камянёв, скуры и футры. Паштовки, выполненные у технице скрафбукинг, интерьерные гульнявые ляльки, аутерская мыла и свечки, а так само множество інших креативных саморобных экспонатов. Гомельский клуб рамесников «Чаровные подарунки» был заснован в 2013 году. Зараз у его выходят больше, как 40 майстро з усёй Гомельщины. Регулярно клуб организует областные центры выставы и сопроводжает их театрализованными шоу, майстро-классами, выступлениями творчих коллективов. До того ж, удельники клуба делятся помеж собой опытом и демонструют свои оригинальные аутерские напрацовки на международных выставах-кермашах. И на этом ранешняя программа «Толерадио» компании «Гомель-репортер» завершена. У студы працывала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам плённого дня. До новых встреч в эфире.